Сегодня ритм в Черновском районном суде выдался впечатляющий. В один день можно наблюдать практически всех действующих лиц в деле ОПГ, которая контрабандой отправила леса в Китай на почти 3 миллиарда рублей. В 9.30 под своды зала суда входит Ольга Левочкина. Из конвоя только адвокат. Итог сделки со следствием и признание. Вам понятно обвинение, которое вам предъявлено? Да, понятно. Вы винов, предъявлено вам обвинение в совершении преступления, преусмотрен в частью 1 статьи 210, в частью 3 статьи 226 прим. 1, в частью 3 статьи 30, в частью 3 статьи 226 прим. 1, под пунктами А, Б, частью 4 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации. Признаете? Да, признаю. Признаете. По каждому составу преступлений? Да. По каждому. Сегодня ей продолжат зачитывать материалы дела. 10.00. В зале по соседству появляются подельники Ольги Левочкиной, бывшие директора фиктивных компаний, через которые Левочкина со своим мужем Син Сюймином подделывали документы для контрабанды леса в Китае. Сегодня в рамках досудебного соглашения состоится допрос одного из участников, Дмитрия Тетерина. Вместе с отцом Тетериным Александром они отвечали за юридическое прикрытие с занесением данных в систему ЕГЭИС-ЛЕС и наймом граждан КНР. Несколько представителей Поднебесной до сих пор разыскивают. В лагере участников намечается разлад. Изначальная концепция вроде «мы все не ведали, что творим, просто выполняли поручение Син Сюймина и Ольги Левочкиной» начинает трещать по швам. Помимо досудебного соглашения младшего Тетерина, в скором времени ожидается признательная речь одного из участников, что вполне понятно, ведь самая тяжелая из грозящих статей – 210-я – Организация преступного сообщества. В 10.30 в зал суда с адвокатом и переводчиком заходит муж Ольги Левочкиной – Син Сюйминь. Сегодня прокурор дочитывает последние страницы обвинения, перечисляя эпизод за эпизодом. Участниками преступной организации «Горелия» к Тетеринам А.Н., Тетеринам Да, Кушелево, Гречишкинам, Сычевой, Зуевой, Князевой, Коновалан, Шинзинял, Ван Джиган, Синбоха, Хэнхуэйма, Чуньхайлу, Гуансин, Ван Адлиан, Янин, Зунь под руководством организаторов Син Сюймина и Левочкина путем недостоверного декларирования с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о производителе древесины в КНР экспортированном пиломатериалом «Сосны обыкновенные» объемом 559,83 куб. метра и «Лиственница» объемом 159,93 куб. метра, общим объемом 719,76 куб. метра, рыночной стоимостью 4 361 558,46 копеек». До приговора пока еще далеко, но и самое интересное тоже впереди. В конце марта ожидаются подробности о катрабанде на 3 миллиарда из первых уст, когда будет допрошен сам Син Сюймин. Вячеслав Борницкий, Евгений Погорелый, Алексей Павлов, ЗАПТВ.